Сейчас я нахожусь в Черноальшанике и иду сажать дубы. Только что я здесь видел кого-то, то ли оленя, то ли косулю с белым пятном сзади на попе и небольшими рожками. Я его даже заснял на фото. При монтаже постараюсь показать. В качестве стратегии посадок дубов я выбрал следующее. Сажать дубы я буду на вот этой вырубке. В 2016 году здесь произвели посадки сосны, но поскольку лесное хозяйство в нашей стране практически не ведется, за ними никто не ухаживал, да и посадки, возможно, были произведены неправильно. В итоге уже сейчас, в 2022 году, никакой сосны здесь нет. Здесь вырастет обычный смешанный мелколиственный лес. Скорее всего из березы и сосны, ой, березы и осины. А вот там протекает небольшая подмосковная речушка, вернее, это практически самый ее исток. И вот по ее берегам я и планирую посадить дубы. Вот это, на самом деле, русло реки. Когда весна более мокрая, то здесь вода прям течет. Отсутствие лесного хозяйства в некотором смысле играет на руку таким лесопосадкам, потому что здесь не вырастет сосняк, который лет через 40-50 могут срубить целиком. Здесь вырастет что-то малопригодное, поэтому, может быть, никто не станет беспокоить эту вырубку многие-многие десятилетия. И здесь будут нормально расти дубы. Вот мои дубочки. Первый я уже посадил. Скоро начнет вечереть, а мне еще домой двигать. Вот посадки вроде закончились. Получилось около 60 дубов посадить. Часть дубов я посадил по всем правилам, выкопав ямку 4 на 4 штыка лопаты. Но из-за нехватки времени другую часть дубов пришлось воткнуть в землю, просто пользуясь лопатой, как мечом Колесова. Надеюсь, что-нибудь из этого да приживется. Причем, вняв советом Ярошенко, дубы я старался втыкать в небольшие возвышенности. То есть не в канавы, а в гряды по бортам этих канав или в кочки. Так дуб окажется выше, чем окружающая трава и будет получать немного больше света. А это калужница распускается в заболоченном русле речки. Ее здесь довольно много. Это хорошо.